Следующая у нас лекция Саматовегетативные симптомы тревожных расстройств Диагностика и терапия в практике терапевта Медведев Владимир Таранцевич Да, любой берете Здравствуйте, коллеги Сегодня мы поговорим о соматовегетативных симптомах тревоги Дифференциальной диагностики О том, как они важны И что, в общем, предстоит с этими состояниями работать и врачам общей практики тоже Ну, чуть об этом подробнее Значит, во-первых, я хочу сразу сказать, что тревога – это нормальная психологическая реакция Любого человека на какие-то значимые для него индивидуально значимые стрессы То есть это нормальная реакция Она является адаптивной, охранительной реакцией С помощью нее мы все с вами дожили до сегодняшнего дня То есть тревога закрепляет наш жизненный опыт Когда-то где-то мы чем-то укололись и поняли, что не стоит трогать иголку, значит, за острое Да, что не стоит совать палец в огонь, потому что это горячо, это больно и так далее Вот тревога нас предохраняет вот от таких вот вещей То есть это адаптивное состояние Но в какой-то определенный момент тревога может начать зашкалить Нет какого-то единого уровня, вот сказать, что вот выше, да, вы знаете, как при давлении, да, там 140, там и выше, значит, соответственно, уже надо хвататься за голову А здесь нет какого-то определенного уровня тревоги, чтобы сказать, что вот это точно болезнь Тревога индивидуальна Поэтому это чисто индивидуальное ощущение, что у человека тревога стала чрезмерной Как врач, не будучи специалистом, не будучи психиатром, психотерапевтом Может достаточно быстро понять, что тревога у пациента высокая для него, да, вот для этого человека Высокая, может быть, она соответствует его состоянию, тяжести его состояния, но все-таки она высокая сама по себе Очень простой симптом, очень простой признак Пациент пришел к врачу То есть сам приход к врачу говорит о том, что у человека уже присутствует определенная тревога Тревога за свое самочувствие И, в принципе, если вы поговорите с пациентом, если у вас будет вот такая возможность, да То вы все увидите, что пациент приходит к врачу зачем? В первую очередь, что он хочет? Он хочет не то, чтобы помощи лечиться, да Он хочет чего на самом деле, вот психологически В определенной степени, да Он приходит, чтобы врач развеял его опасения Он приходит к вам, ко всем Какой бы вы, так сказать, специальностью Где бы вы узко не специализировались, да Эндокринолог вы, кардиолог, терапевт, невролог и так далее, неважно Он приходит за тем, чтобы вы ему сказали, что нет, у вас не... А он сам что-то такое себе уже поставил Слава богу, у нас век такой информационный Там в интернете почитать, в газетах, в телевизоре послушать массу специалистов, да Значит, и, соответственно, он приходит уже за тем, чтобы вы развеялись Сняли у него сомнение, что у него вот не это страшное Что-то там, что он себе представил Понимаете, да То есть он уже приходит за психотерапией по-любому Вот, поэтому то, что он пришел к врачу Это уже говорит о том, что тревога повышенная Дальше он может рассказывать, начать симптоматику Мы сейчас поговорим, как заметить, что здесь есть симптомы тревоги Уже вот на таком первичном приеме Что такое вообще тревога, если так говорить упрощенно То это перевозбуждение нервной системы То есть нервные импульсы, которые идут по нервной системе Начинают у человека идти либо слишком часто для него Либо, ну, скажем так, в большем объеме Очень интенсивно для него Это физиология тревоги Поскольку нервная система пронизывает все Абсолютно весь наш организм Да, так сказать, включая, значит, кожный рецептор И заканчивая, там, корой головного мозга Соответственно, возбуждение идет по всему организму А где передается это возбуждение? Оно передается в нервных синапсах, да На которых присутствует определенный вид рецепторов Даже это можно назвать таким рецепторным комплексом То есть комплекс, состоящий из большого количества рецепторов Чувствительных к молекулам разных веществ Если вы посмотрите здесь вот название вот этих субединиц, которым чувствительны они То вы увидите много знакомых в будущем препаратов, да? Барбитуратовые рецепторы Гамма-аминомасляные Стероидные Бензодиазепиновые Чувствительность к этанолу К микроэлементам и так далее То есть вы понимаете, на что я намекаю, наверное, да? Что для каждого такого рецептора уже есть вещества, с помощью которых лечат тревогу Этанол, барбитураты, бензодиазепины, да? Видите? Знакомые, в общем, из этого вышли целые классы препаратов Из чего складывается тревога у пациента, врача-терапевта? Во-первых, конечно, из тяжести соматического состояния, да? То есть чем он себе... Чем тяжелее реально соматическое состояние, да? То есть чем более оно инвалидизирующее Чем больше оно иммобилизирует пациента Тем, конечно, ему тревожнее за свое будущее, да? За свои перспективы Второй важный момент, это, конечно же, семантика диагноза То есть как пациент понимает диагноз Вообще, по закону о врачебной помощи, да? Помните, там есть такой пункт Что должен сделать врач, когда он выявил заболевание у пациента? Там написано так, что в доступной для пациента форме Он должен пациенту объяснить суть прогноза заболевания То есть, условно говоря, если мы возьмем Ну, одно из самых распространенных заболеваний Там, ишемическую болезнь сердца Вы его выявили Выявили ее, да? И что вы должны сказать пациенту? Вы должны сказать, что у вас хроническое Неизлечимое Прогрессирующее Периодически обостряющееся И приводящее к смертельному исходу Заболевание По закону о врачебной помощи, понимаете, да? Вы должны донести до него эту информацию Ну, кто так делает? Да? И если так сделать, то что будет с его тревогой? Да? Значит, понятно И тут каждый врач начинает заниматься чем? Психотерапией Конечно, вы доносите до него эту мысль Ну, так вот С этим живут Масса лекарств есть, да? Есть операционные методы Посмотрите Вот этот живет ему уже там сто лет А он все, значит, у него эта болезнь там с тридцати Ну и так далее, да? То есть Различные виды психотерапии Вы уже используете в любом случае Следующая это ситуация Особой необычной обстановки Которая смущает наших пациентов И здесь это, в общем, знаете Как есть факторы риска Корригируемые, некорригируемые, да? Вот ситуация особой необычной обстановки В нашей медицине Это такой некорригируемый фактор Почему? Объясню Значит, какая бы ни была Самая современная клиника Там, какой-нибудь евроремонт и так далее Самые воспитанные, вышкаленные, любезные доктора Всегда в любом медицинском учреждении Есть кто? Кто является самым некорригируемым фактором тревоги Для наших пациентов Другие пациенты Вы понимаете, да? Значит, вот ложится пациент в палату И сосед ему говорит О, а Марья Ивановна-то отсюда только что вынесли вперед ногами А вот на меня, посмотрите, я на костылях А сам три года назад пришел Вот такой же был бодрый, как вы сейчас Ну, или, соответственно, перед кабинетом врача-терапевта в поликлинике Сидят, так сказать, клуб по интересам обмениваются А у вас весь день идут парные случаи, так называемые Да, почему? Потому что они посидели, повспоминали Что, оказывается, у меня вот это вот Ой, слушайте, а у меня, оказывается, это тоже Зашли, вам все рассказали С чем пришли и что им еще напомнили Да? И с этим практически ничего невозможно сделать Но надо их чем-то там занимать Пусть опросники какие-то заполняют Да? Или там телевизор включать что-то Ну, хотя бы как-то отвлекать стараться Опасения социальных последствий заболевания Это тоже сегодня, конечно, значимо И всегда было, в общем, значимо То есть страх инвалидизации Что не смогу работать, содержать семью, да? Из-за болезни не могу там Хорошо есть то, что мне любилось Не могу там выпивать Еще что-то не могу и так далее, да? То есть, конечно, все это накладывает Такие... усиливает тревогу И невозможность совладать с проявлениями болезни Это тоже специфически, особенно в нашей стране Где, в общем, у населения, да? А мы с вами тоже, у населения Мозги все-таки заточены не на профилактическую медицину Мы все с вами пойдем к нашим коллегам-врачам Когда? В какой момент? Да, когда либо нужен больничный Либо когда что? Когда уже вот дальше некуда То есть попробовали, что сами знали Да, что коллеги посоветовали Что в телевизоре прочитали Что бабушка лечилась чем, да? И уже когда, ну, ничего не берет Вот тогда пойдем к нашему... Ну, и то же самое наши пациенты, да? Мы даже еще, может, и подольше не пойдем Поэтому всегда врачи лечить сложнее Пациенты придут чуть раньше Но все равно все это попробовав И, конечно, когда им говорят Что у вас вот такое-то заболевание Уже сложно с этим как бы смириться Во мне есть какая-то болячка С которой я сам не справился Я не решил эту проблему, да? А особенно если это хроническое заболевание Но теперь всегда со мной Я всегда должен с ним, условно говоря Советоваться, на него оглядываться Могу я это, не могу Могу полететь на самолете Могу в бане париться три часа И так далее, понимаете, да? И, конечно, это тоже становится поводом для тревоги Таким хроническим поводом для тревоги пациента Что еще значимо? Значимо то, что тревога, да? Поскольку это такое возбуждение нервной системы Оно, конечно, будет затрагивать и Так сказать, регуляцию нервной системы И вообще регуляцию всей, в том числе Эндокринологической системы Об этом сегодня много говорилось Но что еще интересно То, что, вот посмотрите Уже обнаружено при тревожных расстройствах Что делает тревога сама по себе Как один из факторов, да? Понятно, что есть еще и предрасполагающие Другие факторы, соматические, генетические наследства И так далее Но, тем не менее Стимуляция транскрипции провоспалительных генов Уменьшение противовоспалительных цитокинов Уменьшение секреции нейромедиаторов И повышение чувствительности глутаматных рецепторов То есть, как раз вот к этому импульсу Соответственно, различные тревожные расстройства Но еще и окислительный стресс Повреждение белков, липидов, ДНК, рецепторов клетки И так далее Иммуновоспалительные заболевания отсюда Как раз тоже пойдут То есть, тревога Еще раз говорю, конечно, тревога сама по себе Вызвать заболевания системные иммуновоспалительные Но не сможет Вот только тревога Но если есть и другие факторы риска То тревога становится одним из мощнейших Таким вот паровозом Который усиливает Либо ускоряет развитие Либо учащает манифестацию И повторной экзотербации Соматических заболеваний Ну вот еще здесь вот не очень видны стрелочки Это все соединено Как пример Просто как пример Что делает тревога При тревоге происходит увеличение активности Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы А что делает гипофизарно-гипофизарно-надпочечниковая система Что она регулирует Все Совершенно верно Она регулирует все Поэтому у человека У которого происходят вот эти нарушения Возникает тревога Но может возникнуть И все, что хочешь Если есть к этому еще предпосылки В других системах органов То же самое Как активация симпатической нервной системы Да Как вы помните Она тоже фактически пронизывает весь организм Поэтому это будет приводить Не только к симптомам тревоги Но и к увеличению Ну этот слайд делался для психиатров Поэтому здесь пропущено Огромное количество промежуточных звеньев Да Вы сами можете их тут добавить Что, зачем следует Да Смысл, так сказать Было показать Что там и кортизол так называемый Гормон стресса Увеличивается Катехоламины, цитокины Ну и как пример Там снижение резистентности к инсулину Ну и так далее Да, то есть здесь и склонность К артериальному давлению Повышение артериального давления Сахарному диабету И различным системам Палительным заболеваниям То есть тревога Играет, конечно, важную роль В том числе и в развитии Соматических заболеваний Поэтому, конечно О ней нужно помнить Ее нужно знать Ну и как еще один такой пример Очень показательный Наличие только такого фактора риска Как наличие тревоги Да А еще же есть там 19 Там дополнительных Которые не связаны С психической функцией Увеличивает вероятность Фатального инфаркта миокарда Ну в два раза Да А внезапной смерти В четыре с половиной раза Это только одного Вот этого фактора риска Еще раз говорю Но он как раз Более-менее корригируемый В отличие там от пола Возраста Да Или там перенесенных инсультов И так далее Симптомы тревоги Как я уже говорил Значит Психические симптомы тревоги В принципе Мы должны все их знать Они должны быть нам всем знакомы Мы все их в каких-то жизненных ситуациях Отчеты Выступления Экзамены Рождение детей Устройство на работу И так далее Да Мы все их переносили Видите Вот эти психические Кому лично из вас Незнакомы Психические симптомы тревоги Поднимите пожалуйста руку Если кому-то они не знакомы Подойдите ко мне После Мы с вами отдельно поговорим Как так произошло Да Значит Теперь что касается Соматических симптомов Вот посмотрите на них Соматические симптомы С одной стороны Если прочитать каждый из них То вы видите Что они в общем-то Неспецифические Ну может там За исключением кома в горле Да Неспецифические Вы назоветесь Десятки заболеваний При которых могут быть Эти состояния Симптомы Или синдромы Но Особенность В чем Тревоги Тревожных расстройств Помните я говорил Что вся нервная система Которая регулирует Все Поэтому Особенность Соматических симптомов Тревоги в том Что во-первых Они возникают Вместе с психическими А во-вторых Они возникают Все вместе И теперь я вам Задам вопрос А назовите мне Заболевание Соматическое При котором Вот это все Может быть вместе И вы не назовете Одно Вы назовете 2-3 Коморбидных Заболевания Или с осложнениями Но тогда Должна быть Еще и другая Симптоматика И уж конечно Должны быть Подтверждения Верифицированные Объективными Какими-то Обследованиями А вот здесь Особенность в том Что нет Не объективных Никаких подтверждений И вот такое Странное Сочетание Поражения Разных систем Органов Хотя В общем-то Не без другой Какой-то Симптоматики Которая Подтвердит Тревога Очень многогранна Полисистемна Вы видите Все Системы Основные По крайней мере Системы Здесь перечислены Все может Происходить На фоне тревоги Полиурия Ну например Это Синдром Учащенного Мочеиспускания То же самое В кишечнике Может быть Это не только Явление диспепсии Психогенной Тошноты Рвоты Но и например Психогенный Метеоризм Психогенный Синдром Раздраженного Кишечника Собственно говоря Пульмонология Сердечно-сосудистая Система Синдром Кардионевроза Различные Кардиологии Психогенная Тахикардия Дыхательная Система Синдром Гипервентиляции Ну и так далее То есть на самом деле В каждой Вот так сказать В каждой системе Можно найти Массу вот этих Вот Либо функциональных Состояний Да Либо вообще Синдромальных Диагнозов В МКБ Которые не укладываются Так сказать Ни во что Ну классика Наверное Это что Какой диагноз Является такой Ну условно говоря Мусорной корзинкой Конечно Вегетососудистая Дистония Да То есть как бы Какие-то жалобы Есть А ничего найти Не удается Пациент страдает И лечится Очень симптоматически Это собственно говоря Обычно есть проявление Тревожных расстройств На самом деле На втором месте Идет депрессия Проблема в чем Проблема в том Что сегодня Пациент У которого Появляются Симптомы тревоги Он Поскольку тревога Нам всем знакома Мы знаем Что мы волнуемся Пациенту это Знакомо Что-то вот я волнуюсь Разволновался Как-то вот Неспокойно мне И так далее Но на этом фоне Возникают еще и Соматические симптомы Тревоги Начинает болеть Живот Или Какие-то проколы В области сердца И так далее И к кому идет Такой пациент Ну конечно Не к психиатру Понимаете Да И ну Редко Когда к неврологу Вот если там Проявляется головными болями Головокружением Тревога Ну наверное Там пойдет Может быть К неврологу Но все начинается С терапевта Все равно Поэтому первый Кто увидит Такого пациента Это конечно терапевт Поэтому И возникает вопрос Что делать С такими пациентами Понятно что Наплодить такое количество Психиатров Сегодня просто нереально Что посадить Вот через кабинет Да Вот между двумя кабинетами Терапевтов И терапевт Мог бы раз Сразу перевести Да Сказать пациенту Идите в диспансер К психиатру Ну нет Ну формально Как бы можете Да Вы можете написать Это в истории Но пойдет ли Да Ну как раз Совсем плохо пойдет Но когда вот такое Состояние только начинается Да еще Недообследовано А еще сам же думает Раз у меня в сердце Коля Значит это сердце Просто не хочет со мной Терапевт работать Да Тоже нереально Даже если пойдет Сейчас у нас тоже идет Реформа психиатрической службы У нас теперь нет диспансеров У нас теперь есть Филиалы психиатрической больницы Поэтому пациент Даже вот он согласился Пойти Да Раньше он шел Психоневрологический диспансер Ну так Психологически цеплялся За слово неврологический А сейчас он подходит А там висит табличка Филиал психиатрической больницы Номер И у нас их всего три Теперь осталось Один Четыре Или тринадцать Нет Нет Сейчас три больницы У нас вот Да Ну первая Значит Алексеевская Кащенко Четвертая Ганушкина И вот тринадцатая больница Влюблено Все И все И все диспансеры Они теперь Клиника неврозов Переименована Значит И она теперь Психоневрологический Центр Московский Возглавляет его невролог И поэтому В общем-то Она переквалифицирована Так вот В такую Как бы неврологию Понимаете То есть там Депрессия Тревога При эпилепсии Инсульт И так далее Ну то есть Вот То что ближе Психолог Не врач Психолог Он все равно Вот к нему придут С этими жалобами Он все равно скажет Идите к терапевту Да Да Значит Что касается Да Врачей общей практики Сейчас еще пару слайдов Я покажу про них Значит Поэтому проблема Значит Самолечение Растительные препараты Поверьте мне Что когда пациент Приходит к врачу Растительные препараты 90% из них Уже попробовали Потому что Они в рекламе В метро Там и так далее Они уже Что-то попробовали Поэтому Когда он пришел К врачу Лечить его Только растительными Да Противотревожными Препаратами Это уже Ну не профессионально То есть вы можете Их добавлять К терапии Да Но вот Говорит что Вот это вам точно поможет Попробуйте Попейте Это просто Ну как бы Отписаться Что называется Обычно Они уже попробовали Поэтому В данном случае Эффект самолечения Уже Вычеркиваем Значит Дальше Отдельные симптомы Симптоматической терапии Ну безусловно Можно дать Бета-блокаторы Будет пореже Сердечный ритм Да Можно дать Там Наотропный препарат Будет поактивнее Или дать Снотворный препарат Будет спать хорошо Да Но это симптоматическое Лечение То есть тогда он придет И будет жаловаться На другой симптом Против другого симптома Вы дадите еще один препарат Ну и так наберется Пригоршня от каждого симптома Да А в целом Пациент все равно будет Говорит что-то Мне как-то тревожно Не хорошо Да Вроде этого нет Вроде этого нет Но теперь мне тревожно Вот что-то Как-то все равно А что вы ему дадите От того что ему Как-то внутри не так Нет такого лечения Да Ну и тут уже захочется Отправить психотерапевту Пусть он разбирается Что это такое Да Психотерапевтической помощи Сейчас особо нет Значит Психотерапевт Черная девка медицины Сегодня она не в бюджете Не в ОМС Она фактически Вытеснена в платные Медицинские услуги Либо в частную медицину Либо платные услуги В рамках государственных Учреждений Если где-то это осталось Вот и все Есть психотерапевтическая Поликлиника в Москве Но это одна на всю Москву На проспекте мира Все Она тоже как филиал Клиники неврозов Теперь идет Значит Ну и соответственно Есть еще такие моменты Что делать Вот что говорит закон О психиатрической помощи 92-го года Что не только психиатры Могут лечить пациентов С психическими расстройствами Но и иные специалисты Медицинский персонал Значит Желательно Чтобы они конечно Подтвердили свою Квалификацию Но возникает вопрос И вообще он возникал долгие годы А как ее подтвердить Да Вот вы терапевт Но вас же не возьмут На кафедру психиатрии Там на 540 часов Потому что у вас нет первички А идти в интернатуру Когда она была Или там в ординатуру Ну это тоже просто нереально Но сейчас Вот когда появилась Эта система НМО Да Масса минусов И так далее Но тем не менее Много белых пятен Как бы нерешенных вопросов Но тем не менее Вот к этому пункту Она как бы стала Наоборот Таким Повернулась более-менее лицом Теперь каждый врач Может выбрать там 36 часов Которые вот он Хочет пройти ежегодно Да И может выбрать На кафедре психиатрии Или там психосоматики Какой-то цикл Да Где есть там Тревожные расстройства В практике Или в общей терапевтической практике Основная специальность Потому что это кафедра психиатрии Все равно будет психиатрия Но масса как бы целевой аудитории Это тоже учитывается Ну вроде как Должно учитываться Да Уже там могут быть и терапевты И неврологи И врачи общей практики И так далее То есть если вам это нужно Профессионально Там хочется Да Вот иметь этот сертификат И вы имеете дело С такими пациентами Уже можно это попробовать сделать Следующий документ Это приказ Минстосздравразвития 2009 года Согласно которому Врач общей практики Да ВОП Должен среди прочего Да Пройти вот такое вот образование Пациент с нарушениями психики Это означает Что врач общей практики Должен выявлять И лечить Пациентов Не только с тревожными расстройствами Так да А из депрессии С болезнью Альцгеймера Шизофренией И так далее Ну по крайней мере Такой документ есть То есть можно вот тоже На него обратить внимание Если нужно кому-то Обосновать Назначение Что сейчас происходит Да Значит как лечим тревогу Понятно что В первую очередь Врач-терапевт Должен компенсировать Основное соматическое состояние Потому что тяжесть Соматического состояния Помните Она вносит Большую лепту В выраженность тревоги пациента Ну хотя бы За свое собственное здоровье Дальше Должна идти Патогенетическая терапия Для лечения тревоги Есть симптоматическая Ну например Бензодиазепины Там немножко их дали Некоторое время Там не больше двух недель Убрали Но должна быть Патогенетическая То есть то что влияет На патогенез тревоги Хорошо бы конечно Психотерапию Еще раз говорю С ней большие проблемы Отчасти школы пациентов Решают вопрос Ну такой психотерапевтической подготовки Психокоррекционной Потому что там иногда Бывают психологи Которые учат пациентов Да что такое их болезнь Как к ней относиться Да что это не так страшно Что в общем Она не так Не так уж и ограничивает Да что можно от чего-то Отказаться и так далее Не всегда это бывает Но все-таки Определенный такой Суррогат психотерапии Присутствует Ну и конечно Основное Это все равно препараты Почему? Потому что если пациент С такой психологической точки зрения Приходит За разубеждением То с фармакологической точки зрения Он зачем приходит? За быстрым эффектом Да? Он приходит Чтобы быстрее И этого же как ни странно Хочет еще и начмед То есть тут вот И снизу желания И сверху Они совпадают То есть побыстрее Решить проблему с пациентом И этому сегодня Отвечает фармакология Поэтому Лекарства Значит Профилактика Либо купирование Какой-то ситуационной тревоги Симптоматической тревоги Все это мы назначаем Безусловно Витамины Ноотропы Седативные Препараты Снотворные Адаптогены Антиоксиданты И так далее Да? Микроэлементы Пожалуйста Но это именно Симптоматическая терапия Это нужно четко понимать Дальше речь идет О патогенетической терапии В первую очередь Редукция соматических Симптомов тревоги Это должны быть препараты Вегетостабилизирующие То есть это конечно Транквилизаторы Анксиолитики Еще раз говорю Совершенно не обязательно Бензодиазепины Бензодиазепиновые Так сказать При тяжелой тревоге Да Но начинать с них не стоит Потому что могут быть Некоторые и осложнения Конечно могут использоваться Антидепрессанты И нейролептики Так называемые Это так сказать тоже уже Последующий этап Ну некоторые примеры препаратов Которые могут назначаться Здесь и все антидепрессанты Какие в общем то есть в России И анксиолитики Фабоматизола Фабазол Начнем с него Да Это так сказать Известный препарат И надо сказать Что он безрецептурный Что сегодня большой плюс Для психотропных препаратов Антипсихотики безусловно Там и терролиджен есть И квитиопин И так далее Наотропные препараты И конечно психотерапия Много разных препаратов Можно выбирать Можно назначать Что касается Бензодиазепинов Да То в общем то Их назначение Ограничено Во-первых сроками Не больше двух недель Во-вторых Не забывайте Что они выписываются В большинстве своем На учетных рецептах Да За исключением двух препаратов Все по МНН И обязательно И обязательно На учетных За исключением двух Поэтому как альтернатива Это не Бензодиазепиновые Не учетные В частности Вот фабоматизол Афобазол Наверное вы его знаете Он тоже как бы есть И в телевизоре И в такой рекламе Это очень неплохой препарат Для начала лечения тревоги Особенно у врачей В общей медицине Во-первых Он точно безопасный Потому что Основной его механизм действия Это влияние на мелатонинергические рецепторы На сигма рецепторы Все они находятся в головном мозге То есть он не взаимодействует Нигде на периферии Ни на что не влияет Ни на сердечный ритм Там на сердце И так далее Да Там на мышцы И прочее прочее Не влияет Это уже хорошо Во-вторых Он не вступает Во взаимодействие лекарственное Потому что рецепторы Только в головном мозге Вот эти вот три вида рецепторов На них мало кто влияет Но по крайней мере Там бета рецепторы Гистаминовые Мускариновые рецепторы Адренорецепторы И так далее Это все Интактно Он их не трогает Поэтому вы можете Спокойно назначать Соматотропной терапии Ну здесь примеры Да Вот он используется В совершенно различных областях И терапевтами И неврологами И гастроэнтерологами Эндокринологами Гинекологами Ну и так далее Просто я взял нарезку Вот статей Их значительно больше Большой опыт уже сегодня Значит Что еще делает Помните Мы говорили Об различных таких иммунных Про воспалительных Еще механизмах тревоги Что делает афобазол сегодня Подавление активности Т-лимфоцитов Повышение фагоцитарной Активности Моноцитов Ингибирование Секреции Цитокинов Интерлитинов Ну и так далее Усиливает созревание Дендритных клеток Да То есть такой еще Прокогнитивный эффект В общем-то Да Помогает Расти дендритам Ну и так далее То есть есть вот такой Вот еще и системный Механизм действия Естественно Не напрямую А посредственно За счет Работы с рецепторами Ну вот здесь как раз Рецепторы перечислены Сигма-1 И мелатониновые рецепторы Все в головном мозге То есть не периферического действия Совершенно точно Ну и что дается Да Что получается Выраженность Не комментирую отдельные цифры Вы просто видите тенденцию Да Уменьшение выраженности Как психической Так и соматической тревоги В течение месяца Ну Как минимум В половину На 50% Это хорошо Это значит Что у этого пациента На 50% Улучшается Качество Психической жизни Да Мы же все боремся За качество Так сказать Жизни у пациентов Да Такой показатель Ну вот В данном случае Это качество Психической жизни Да Может быть и соматической Отчасти Как мы знаем Масса психосоматических Обострений Заболеваний бывает Здесь уменьшение Выраженности Как проявления тревоги Так и нарушения сна Те самые соматовегетативные Расстройства Поэтому Анксиолитики В частности Афобазол Могут быть отчасти Но использованы Даже как тест терапия То есть вы назначаете Уменьшается Количество головных болей Уменьшается Количество Кардиологий У препарата Нет действия На сердечно-сосудистую Систему Там и так далее Да Значит получается Что эти кардиологии Вовсе не имеют отношения Там к стенокардии И так далее То есть уже Дифференциальная диагностика Определенная идет Уже такая тест терапия При этом мягкая Потому что нет Особых побочных эффектов Ну вот пожалуйста Уменьшение выраженности Тревоги И соматовегетативных Проявлений У пациентов С сердечно-сосудистыми Заболеваниями Уменьшение выраженности Тревоги Уменьшение Соматовегетативных Расстройств Видите Соматовегетативные Немножко меньше Уменьшаются Чем психическая тревога Почему Видимо Повышение артериального Давления В данном случае Ну это Реальное Соматическое заболевание Да Здесь же Здесь дифференциальной Диагностикой не проводится Здесь просто смотрится У кого уменьшилось И там И на сколько Количество приступов Подъемов Давления Кризов И так далее Уменьшение частоты Пароксизмов Фибрилляции предсердий Вообще Фибрилляция предсердий Долгое дело Вообще Как-то Так сказать Не рассматривалось Как некое Психосоматическое заболевание Как осложнение Да Вот так сказать Проблем С щитовидной железой С Так сказать Ишемической болезнью сердца Гипертонической болезнью Там Идиопатическая форма Тоже была В некотором количестве А сегодня Оказывается Что почти Половина Пароксизмов Мерцательных Мерцательных Психогенно Спровоцированы Поговорите Со своими пациентами Вы удивитесь Да То есть Вот оказывается Это так Так вот Пожалуйста Идет уменьшение Количества Частоты Пароксизмов Фибрилляции предсердий На фоне лечения Фабазола Еще раз говорю Несердечно-сосудистый препарат Стандартизированная терапия Соматотропная Кардиотропная То же самое Как и уменьшение Колебаний Артериального давления Стандартизированная Неменяющаяся Кардиотропная терапия Присоединяется Афабазол Пожалуйста Хотя это Несердечно-сосудистый препарат Ну вот Еще очень важный Такой показатель Это уменьшение Количества вызовов По скорой помощи К пациентам Которые принимают Афабазол Тоже знаете Что врачи скорой помощи Очень часто Видят пациентов С паническими Атаками Которые в том числе Проявляются подъемами давления Им требуется определенная Дифференциальная диагностика И по-разному их лечат Гипертонический криз Это магнезия Или более современные препараты Панические атаки Это какие-то Зепамы То есть Бензодиазопиновые препараты Ну и соответственно Вот здесь уменьшается количество То есть это такой важный Еще и экономический показатель Что касается Вообще препаратов Абаматизол Надо сказать Что это Сегодня единственный Пока первый Единственный Анксиолитик Вообще Психотропный препарат Который был включен в ВОЗ Получил Свой МНН По экспертизе ВОЗ Фабаматизол То есть Выписывать ему надо Как фабаматизол Но он безрецептурный Поэтому проблем с этим Нет Ну в общем Это довольно приятно Ну и в общем Это все Что я хотел вам сказать Давайте так вкратце Обрисовать ситуацию И актуализировать проблему Вопросы Знаете По поводу алкоголя Там есть очень интересные показания К нему Да Значит алкоголь Употребление алкоголя Значит ситуация такая Действительно Ведь кардиологи делятся На две концептуальные группы Значит одни считают Что алкоголь в умеренных количествах Там как бы Хорошо Другие говорят Что ни в коем случае Но это кардиологическая С точки зрения Что касается С психиатрической точки зрения Для нас Не наркологов Важен не объем А регулярность Употребления алкоголя Вот что важно Да Значит если вы Спросили пациента И он сказал вам Что Да регулярно Как регулярно Хотя бы раз в неделю Там по пятницам С друзьями Там две баклажки Или каждый день Там по 50 грамм Чего-то на ночь Да и так далее Вот эта вот регулярность Должна вас насторожить Спросите Какой эффект Вообще почему Зачем Опытный пациент Действительно скажет Кардиолог назначил Да Значит Спросите дальше Да Не спорьте Ну может быть Да Спросите дальше Какой эффект Вот этого вот Хронического Да Употребления Регулярного Не обязательно В больших дозировках Что значит хроническое Употребление Ну то есть Определенное время Там полгода Два месяца Три месяца Да Главное регулярность Что вам скажет пациент Ну вот Ну мне Может быть потому что я психиатр Да Но ни разу мне пациент не сказал Вы знаете Реже стало давление подниматься Аритмия реже беспокоит Стенокардия как-то так сказать Отпустила Все говорят о чем Расслабляюсь Легче засыпаю Отпускает Снимает напряжение И так далее То есть Описывают в данном случае Психотропный эффект этанола А не кардиотропный Поэтому вот С нашей точки зрения На этом Комбинации Можно ли фабазол принимать На фоне Ну в принципе я думаю Что на фоне принимать можно Но просто очень быстро Отпадет эффект алкоголя Он будет не нужен Там есть очень важный Для многих момент Обстиненция Ради бога Сомтовегетативное расстройство Преобстиненция Просто ради бога Рекомендуют его Потому что Ну официально В рекомендациях нет Но поскольку Обстиненция часто Сопровождается тревогой То да Вот И дальше Сейчас секундочку Управление автомобилем Ограничение есть? Безопасно Нет Безопасно Нет Есть ограничение в инструкции Всегда с осторожностью Любой психотропный препарат С осторожностью И фабазол И потенциям Интактное Не снижает Да ладно Не снижает Не повышает Но и не снижает Это точно Да Пожалуйста Вопрос Спасибо Большое У меня много вопрос Первое Реформируем Я в снижат Ухранение Снижает Тревогу Снижает И второй Старый Русской Русской Медицине Вы Очень много О лечении Говорите А старой Русской Медицине Большой Русской Медицине Проследствия Профилактики Что-то Я не Снижаю Спасибо Я думаю Реформа Здравоохранения У врачей Наверное Тревогу Повышает А у пациентов Как повезет Что касается Профилактики Спасибо вам большое За вопрос Это вообще Больная проблема Дело в том Что Применительно Например К психическому Здоровью Профилактики Как таковой Не было вообще Этой культуры Профилактики Психического Здоровья Если с соматическим Ну еще хоть как-то Какие-то диспансеризации Были там Система ГТО Можно рассматривать Да Вот как-то Как некую Такую профилактику Ну хоть что-то Было такое Принудительное То психиатрически Никто об этом Совершенно Вот так сказать Превентивно Никто у нас К психотерапевтам Не идет Да Вот мне что-то Плохое приснилось А не симптом Летто там Депрессии Или тревоги К сожалению Это большая проблема Она требует Популяризации Конечно Поэтому к сожалению Профилактики нет Мы можем Мы всем нашим пациентам Говорим Старайтесь избегать стрессов Но мы это говорим Застенчиво Потому что мы понимаем Что это Но это нереально Старайтесь конечно Да Но это просто нереально При нашей жизни Поэтому конечно роль важна Но ее как бы нет Ну так простите На государственном уровне Да А это вот Именно так сказать Просто каждый врач Своему пациенту Пытается прививать Это уже проще Потому что раз ты попал К психиатру Значит чтобы Лишний раз Не пойти туда Лучше я буду Соблюдать там что-то Да И заниматься профилактикой А так просто Этой системы нет Спасибо И вопрос один Важный Это все-таки Эффект Атофабазола Можно его принимать Как ситуационное средство Вот неприятный разговор Какой-то Неприятный Вот я просто В каком контексте У нас Патогенетический метод Это Прекрасно делает Анапрелин Да 10 миллиграмм И вы через 15 минут Почувствуете его Антиадреналиновый эффект Афабазол Это все-таки Не бета-блокатор Да Можно ли им Защититься Вот от чего-то Значит Вот ситуационно Когда случилось И приняли Такого скоро Скоропомощного эффекта Не будет Но если вы готовитесь К чему-то То за день За два Начните принимать И вот тогда Это фон Все-таки Да Да То есть Как скорая помощь Он конечно не снимет Можете конечно Его рассосать Под языком Будет определенный эффект Так сказать Рецепторный Но это не совсем то Спасибо Продолжение следует...